Берлин В самом торгпредстве явно происходит что-то недоброе. Из окна последнего этажа валит черный дым. Откуда-то сверху доносится стук прикладов и крики «Откройте!». В это время по другой стороне улицы неспешно идет красивая молодая женщина. На происходящее она старается смотреть лишь украдкой. Ничто не должно выдать тревоги и интереса. Нельзя и ускорить шаг, чтобы поскорее скрыться. Это привлечет лишнее внимание. Но от взгляда гестаповца ей все же не скрыться. Человек в форме кивает стоящему рядом штатскому. Тот быстро вскидывает фотоаппарат и наводит объектив на прохожую. Как раз в этот момент дама, будто случайно, спотыкается. В итоге снять лицо женщины фотографу не удается. И та просто проходит мимо. Если бы фотограф знал, кто перед ним, он бы помчался за девушкой вслед. Одно ее фото точно стоило бы повышения по службе. К нему в объектив попала работавшая в немецкой столице советский агент Альта. Это очень мужественная, умная, талантливая женщина. Красивая женщина. Принесла колоссальную пользу в советской военной разведке и считалась в свое время одним из самых ценных агентов ГРУ. В декабре 1940 года агент советской разведки Ариец сообщает своему руководителю Альте сведения невероятной важности. Гитлер только что подписал сверхсекретную директиву. Существует всего восемь экземпляров документа. Четыре из них фюрер хранит в личном сейфе, а остальные разосланы Верховному командованию вермахта, Люфтваффе, сухопутных войск и Криксмарине, немецкому военно-морскому флоту. Речь идет о плане нападения Германии на СССР. Она не знала плана Барбароссы, но ей удалось узнать основные положения, которые вошли в план Барбароссы уже как директива. В частности, о подготовке агрессии против Советского Союза, даже о тех трех направлениях, по которым должны были вторгнуться войска вермахта. Гитлер считает, что одним из главных факторов, гарантирующих успех операции, является ее секретность. Именно поэтому на первых страницах плана говорится, решающее значение должно быть придано тому, чтобы наши намерения напасть не были распознаны. Внезапность должна стать главным козырем. И тем не менее, уже через несколько дней на стол Сталину попадает донесение Альты. Из документа понятно. Война с СССР начнется в марте 41-го. Данные эти явно противоречат докладам Наркома иностранных дел Молотова. Почему на донесение Альты не обратили должного внимания? Может быть, сочли ее данные искусной дезинформации? Вообще, кто такая Альта, чтобы центром мил основания ей верить? И как она стала работать на Москву? Она принадлежала кругам левой интеллигенции. И поэтому ничего удивительного в том, что так сложилась жизнь, что она стала сотрудничать с советской разведкой, ну, ничего в этом удивительного нет. Этому способствовали и определенные личные отношения, повороты личной судьбы. Она была журналистской по профессии. И судьба ее свела, чисто деловая поначалу, с известным немецким журналистом Гернштадтом, Рудольфом Гернштадтом. Рудольф Гернштадт. Один из самых успешных вербовщиков советской разведки. Именно он в 30-е создает в Германии активную разведывательную сеть. Агентом Гернштада становится и Ильза Штёбе. Это ее мы теперь знаем как Альту. У них установились дипломатические поначалу чисто такие деловые отношения, которые потом переросли в личные отношения. Ну, не надо скрывать, но Гернштадт фактически был ее первым гражданским мужем. И под его прямым влиянием, но она была к этому готова морально, этому способствовали некоторые черты ее характера, она была женщиной смелой, решительной, резкой. такой самодостаточной во всех отношениях и левых взглядов. Для нее, в общем, это предложение, причем от любимого человека, казалось абсолютно естественным. Впрочем, вербовать агентов у Гернштада получалось не только благодаря своему мужскому обаянию. Да и Альта, пусть и была близка ему и в личном плане, и идейно, но в высшие эшелоны немецкой власти у нее доступа не было. Нужно добывать информацию у кого-то еще. Этим кем-то оказался агент-ариец. Именно этот человек стал для советской разведки главным источником, сообщавшим о положении дел в Германии и Польше. Идейным, как его коллеги, он явно не был. Рудольф Гернштадт любил тратить большие деньги, у него не всегда эти деньги были. Он был человеком азартным и, видимо, играл в азартные игры, в карты. И, в общем-то, как-то он не смог рассчитаться. И вот знакомый журналист оказался тут кстати, да, и помог ему, дав деньги в кредит, и даже пообещав не забыть потом об этом кредите. Журналистам, так вовремя предложившим помощь, и был Гернштадт. И о кредите он все же не забыл. С арийцей была взята расписка. Речь шла о большой по нынешним меркам сумме – 6,5 тысяч долларов. Арийц, обедневший аристократ, уже готов был в лучших дворянских традициях пустить себе пулю в лоб. Но Гернштадт помог. И арийц оказался на крючке у вербовщика. И отношения их потом строились в основном на материальной основе. Настоящее имя арийца – Рудольф фон Шелия. Он был уверен, что сотрудничает не с советской, а с британской разведкой. Это был крупный сотрудник немецкого министерства иностранных дел. В силу своего положения он был аристократ, участник Первой мировой войны, кавалер двух железных крестов и второго, и первого класса. Большой любитель женщин, поэтому постоянно нуждался в каких-то деньгах. Но это совпало с тем, что он был антинацист по своим убеждениям. Гитлера он терпеть не мог. Арийц – дипломат, хорошо знающий, чем на самом деле занимаются разъезжающие по миру сотрудники немецкого МИДа. На Нюрнбергском процессе их пытаются представить невинными овечками, вынужденными исполнять поручения нацистов. В Москве, благодаря донесениям разведки, понимают, что этим их миссия не ограничивается. МИДовские чиновники выполняли, не просто выполняли поручения рейс-министра Риббентропа, который, в свою очередь, выполнял задания канцлера Гитлера, а сами выступали с инициативами, направленными на утверждение нацизма в тех или иных странах и создание благоприятных условий для нацистской военной агрессии. Эти документы Шейлё, естественно, поставлял Штюбе, а она уже, в свою очередь, передавала в центр, в Москву. Именно от Арийца в начале января 1941-го в центр поступает донесение, которое попадает на стол Сталину. Из доклада от 17 января 1941 года. Арийц сказал, что война с СССР не просто слухи, а приказ Гитлера, который известен ограниченному кругу лиц, занятых подготовкой войны против СССР. В центре вроде бы понимают, что к такой информации нужно отнестись со всей серьёзностью. Ведь источник за несколько лет работы себя зарекомендовал. И работает в связке с проверенными людьми. В 1935-м Рудольф Гернштадт осознаёт, что из Германии нужно уезжать. Быть евреем в Берлине становится небезопасно. Он перебирается в Варшаву. Как раз там трудится помощником германского посланника Арийц. За Гернштадтом следует Альта. Именно в Польше и складывается круг агентов, которых позже назовут «Варшавской пятёркой». В неё войдёт ещё одним агентом Гернштада коммунист Герхард Кегель. Правда, непосредственно в Варшаве он будет базироваться недолго. В конце концов, в 1940-м году он оказался в Москве, в московском посольстве, в качестве заместителя начальника экономического отдела посольства, но без дипломатического ранга. Конечно, Кегель имел доступ, прежде всего, к экономической информации, но с учётом того, что ещё до назначения в посольство он принимал участие в советско-германских экономических переговорах, и когда был назначен в посольство, рассматривался в экономических кругах Германии в какой-то мере как их креатура и доверенное лицо, Кегель имел возможность периодически получать и полноценную политическую информацию. И в этом качестве, конечно, был для нашей разведки весьма ценен. Бывший журналист Кегель умел производить хорошее впечатление. Собеседникам он просто нравился. Спокойный, умный человек, с которым приятно поговорить. Информация, полученная во время этих разговоров, быстро попадала в центр. В Москву скоро уезжает и Гернштадт. И руководить варшавской резидентурой остаётся Альта. Одна без Рудольфа она, конечно, тоскует. Из письма Альты Рудольфу Гернштадту. С работой я справлюсь, безусловно, справлюсь, но вдвоём всё-таки лучше, чем одной. Альта вынуждена теперь контролировать высокомерного аристократа Арийца. Любитель кутежей порой перестаёт сдерживаться и называет нацистов мелкими лавочниками со свастикой на рукаве. Но Альте быстро удаётся приструнить не в меру разговорчивого агента. Та постоянно напоминает, что один неверный шаг может стоить жизни им обоим. С ноября 1937 по август 1939, то есть до начала Второй мировой, Ариец передаёт 211 ценных документов. И хорошо на этом зарабатывает. Стоят его услуги где-то 30 тысяч долларов. Через Шелия советская сторона узнала очень много о сведении военно-технического характера, о характере германских вооружений, техники, о составе воинских частей, которые предполагается задействовать в кампании против Польши и так далее. И эта информация поступала в разведупор Красной Армии, но, наверное, там она недостаточно, как мне кажется, внимательно и последовательно анализировать. С началом войны Москва едва ли не лишается ценного агента. Немецкое посольство в Польше закрыто, и Ариец остаётся не у дел. Однако влиятельные знакомые пристраивают его в информационный отдел немецкого МИДа. И Ариец едет в Берлин. Вскоре он находит вполне легальную работу в МИДе и для Альты. Та получает место в пресс-службе. Теперь их встречи и вовсе не должны вызывать подозрений. Из воспоминаний Вальтера Шелленберга. Фактически в каждом министерстве Рейха среди лиц, занимавших ответственные посты, имелись агенты русской секретной службы, которые могли использовать для передачи информации тайные радиопередатчики. Про каждое министерство Рейха это, конечно, преувеличение. Сам-то Шелленберг тоже не без греха. Сведения о нападении на СССР просачиваются лично от него. Какую информацию получали в Кремле о возможном нападении Германии? И правда ли, что эти данные Иосиф Сталин предпочитал игнорировать? Что сообщала разведка о дате нападения? Ответы откроются через несколько минут. В начале 41-го в Москву начинают поступать данные о возможном нападении фашистской Германии на СССР. Сведения приходят от проверенных агентов Альты и Арица. До этого они назвали дату вторжения немцев в Австрию и Польшу. Как оценят их донесения в центре? И есть ли основания не верить разведке? Неизвестные данные из архивов ГРУ приоткроют завесу тайны. Начинается 1941-й. В Москву приезжает представитель химической промышленности Германии некто Шелленберг. Как-то вечером, перебрав с алкоголем, он начинает нести, казалось бы, полнейший бред. Война между Германией и СССР неизбежна, и дни Советского Союза сочтены. Захмелевший мужчина, распаляясь, описывает, как немецкие солдаты уже следующей зимой будут маршировать по Киеву и Москве. Собеседником химика оказывается Герхард Кегель, агент советской разведки в немецком посольстве. Интересен вот момент, связанный с приездом Шелленберга в Советский Союз, где Шелленберг, подпив, стал говорить то, что общество говорить не стоило, в том числе, о предстоящем нападении на Германии, на Советский Союз. Ну и тот факт, что стало известно, Кегель уже говорит об определенном положении. Принято считать, что проколовшимся якобы химиком был начальник контрразведки гестапо Вальтер Шелленберг, зачем-то приезжавший в Москву. Однако с трудом верится, что столь опытный офицер мог так бездарно раскрыться, просто перебрав за столом. Есть подозрение, что химиком был просто осведомленный однофамилец Шелленберга. Так или иначе, информацию всерьез изучают и просят подтверждения у работающей в Берлине Альты. Не провока цели. Альта сообщает, что по данным Арийцев, в Германии уже сформированы три группы армий под командованием фельдмаршалов фон Бока, фон Рунштета и фон Лейба. Группа армий Кенигсберг должна выступать в направлении Ленинграда, Варшава в направлении Москвы, Позен в направлении Киева. Предполагаемое время начала военных действий мая 1941 года. Так почему же Альту не слушают? Информация содержала различные даты к подготовке Германии к нападению на Советский Союз. Первоначально фигурировал март 1941 года, потом появился апрель, а конкретная дата 15 апреля, потом 15 мая и, наконец, июнь, середина июня. Все эти даты отражают определенные этапы в наращивании наступательной группировки, в реализации планов. И, например, апрельская дата отсутствие нападения Германии на Советский Союз именно в этот период времени объясняется тем, что внезапно произошло восстание в Югославии, и Гитлерову пришлось повернуть свои силы именно для подавления вот этой страны, бросить туда оккупационную армию, что, естественно, сказалось на в целом на наращивании наступательной группировки. Постоянно меняющиеся детали заставляют Кремль сомневаться. А вдруг это обман? Может, Германия намеренно провоцирует Советский Союз начать боевые действия? Анализ данных зависел от профессионализма руководства разведки, в том числе лично от главы ГРУ. Ошибка следующая заключается в том, что, несмотря на посток получаемой информации, она не оценивалась комплексно, оценивалась изолированно. И лица, которые должны были принимать решения, такие как Голиков, подчас вносили коррективы в эту информацию, своевольно оценивали ее, давали свои трактовки. И сведения, которые Альта шлет в Москву, тонут в потоке других, не столь точных донесений. Надо понимать, что в Центр стекались данные со всей Европы. И в основном это были слухи, которым не очень верили. Обычно говорят о Фоншеле, о Штёбе, о Зорге, о Шандре, о Раде, о Пурсуле Кучинской и прочих известных разведчиках. Но все же это Ольга, Ольга Чеховой. Но это, я бы сказал, салонная разведка. А данные салонные разведки всегда чреваты стратегической дезинформацией. Причем в очень высокой степени. И то, чтобы разведка групп, в том числе Штёба, то, чтобы разведка НКВД информировал Сталина, еще не было решающим фактором. Руководство страны оказывается в непростом положении. Вопреки расхожим мифам, документальных подтверждений готовящегося вторжения не было. А строить политику государства на одних только устных донесениях разведки, пусть даже проверенной и очень хорошей, невозможно. Я думаю, поэтому было для Сталина так трудно принимать какое-то решение, потому что если обычно получили какие-то документы, которые подтверждали какую-нибудь информацию, тогда таких подтверждений просто не было. О доле вины можно рассуждать долго. Скажем, о непрофессионализме наркома госбезопасности Меркулова. 17 июня Сталин отдал распоряжение еще раз детально и четко проверить доклады разведки. Составлен аналитический отчет. Не только из донесений от Альты Арийца. Был еще, скажем, берлинский резидент Харро Шульцебойзен, известный как старшина. Но нарком госбезопасности, изучив представленный отчет, заявил, я с этим к Сталину не пойду. Свалить, что все на Сталина, как это сделал в свое время Хрущев на 20-м съезде, что, конечно, перегиб, да, потому что речь идет о советской системе, которая была устроена так, что всякая, ну, скажем, политически нежелательная информация отсекалась, да, даже генерал Голиков докладывал Сталину всю информацию, но при этом комментировал, что вот сообщения, например, Рамзая, Зорге не заслуживают доверия, потому что, возможно, это двойное нет, да, что сообщения Красной Капеллы тоже не заслуживают доверия, потому что эти люди принадлежат к высшим слоям Третьего Рейха, и, возможно, это провокация. Еще один важный момент. В декабре 1940 года Гитлер заявил, что секретность операции нападения на СССР может быть достигнута простым и весьма действенным методом дезинформацией. И никто, кроме крайне ограниченного круга лиц, не знал, что происходит на самом деле. Многочисленные шифровки Шульца Бойзена, Шандера Радо и других советских разведчиков основывались на данных, полученных от военных и гражданских лиц, уверенных, что на повестке дня война с Великобританией, а не с СССР. И только уже перед самым нападением советская разведка стала говорить о грядущей войне. Дезинформация оказалась успешной. В нее поверили и в Советском Союзе, и в Европе. Сталин предполагал, что воевать на два фронта Гитлер не сможет. Таким образом, намеренно называя неверные даты вторжения, немцы подтверждали недостоверность сведений советских агентов. Когда нападение раз за разом не происходило, Сталин начал сомневаться в информации своих разведчиков. Так исторически сложилось, что, с одной стороны, советская разведка предупреждала из разных источников причем, да, о подготовке германской агрессии против Советского Союза. Но в сообщениях разведчиков содержались разные даты, да. Первоначально ведь на май была назначена германская агрессия, да. Потом даты эти проходили, Гитлер не нападал, Сталин думал, видимо, хотя мы, конечно, не можем знать, что он думал на самом деле, что вот очередная провокация не то британской разведки, не то германской разведки сорвала. Хотя аргументы есть и у тех, кто упрекает Сталина в преступном бездействии. Ведь о скорой войне в начале лета 41-го сообщала не только салонная разведка европейских столиц. Данные приходят уже непосредственно с границы, причем детальные. Известна примерная численность боевых соединений противника. В распоряжении Берия осталась разведка пограничных войск, которую он, он и создал. А разведка пограничных войск, когда информация стекается из сотен источников, как я ее называю, муравийная разведка, она начисто исключает элемент дезинформации. И если где-то с апреля Берия постоянно укладывал сводки на стол Сталину, где указывались номера частей, дислокация, переброска матризованных соединений, переброска сотен истребителей. В начале июня было сообщение о том, что в местах сосредоточения накапливаются понтонные парки, деревянные мосты и так далее. Все это говорило однозначно о том, что война в высокой степени возможна. Есть, однако, мнение, что доводы пограничников Сталин слышит. Хозяин решает получить более детальную информацию у генерал-полковника Павлова, командующего Западным военным округом. Тот, несмотря на данные войсковой разведки, все отрицает. Павлов стал отвечать примерно так, да нет, товарищ Сталин, я только что с границы, вас дезинформировали, немец сидит спокойно, никто наступать не собирается, у меня разведка работает нормально. Через какое-то время на окончание разговора кладет трубку и говорит Павлу, какая-то сволочь дезинформирует хозяина о том, что немцы собираются на днях нападать. Сейчас с учетом уже рассекреченных сводок по данным разведки паран войск прежде всего и сопоставление на других сводок из ГРУ, из разведки ПНКВД, у меня мало сомнений в том, что этой «сволочью» в кавычках, которая предупреждала Стара на близкой войне, был Ларентьев Павлович Билли. 14 июня 41-го появляется заявление ТАСС. Слухи о возможной войне между Германией и СССР провокация. И стороны, мол, полностью выполняют условия мирного договора. Один из моих знакомых рассказал о своей давней беседе с Ховенсоном, который в то время был, если не ошибаюсь, генеральным директором ТАСС, и писал это заявление ТАСС под диктовку Сталина на ближней даче. После того, как заявление было написано, Сталин задал ему вопрос, «Товарищ Ховенсон, ну, вы понимаете, зачем это заявление делается?» тот пожал плечами, он говорит, пусть Гитлер подумает, нападать или не нападать. А это 14 июня. Берлин молчит. То есть первый зондаш говорит о том, что, скорее всего, война вот-вот может начаться. Последний шанс убедиться в неизбежности войны появляется у Кремля 18 июня. Историки уверены, что это финальная проверка Гитлера Сталином. После этой даты Москва уже не сомневается. Многие канонические издания об этом факте, впрочем, умалчивают. Сталин предлагает Гитлеру послать в Берглин со срочным визитом Молотова. Гитлер отказывается. И вот тут-то Сталин понимает, что война действительно неизбежна. Фактически сам Гитлер предупредил Сталин о том, что война начнется со дня на день. 19 числа управление Киевского особого военного округа и Западного особого военного округа получило распоряжение и начало перебазироваться на фронтовые командные пункты Киевляне в Тересполь в здание бывшего штаба 44-й стрелковой дивизии, на Павловский Сенклит в Абузь Лесную. Несмотря на занятость в эти последние мирные дни Альта увлечена не только работой. Она находит себе жениха Карл Хельфрих одновременно становится и членом берлинской резидентуры. В начале лета 1941 года Альта делает поправки к своим прежним сообщениям. По сведениям Марийца, немцы могут напасть на СССР 15-20 июня. А еще через несколько дней. В Москву летит новая шифрограмма. В кругах штаба Верховного Главнокомандования упорно циркулирует версия о выступлении против России 22-25 июня. Кто еще предупредил Сталина о неотвратимости войны? Как агент Альта попала в руки гестапо? И удалось ли немцам расколоть советского агента? Подробности через пару минут. В начале 41-го года в Москву стекаются противоречивые данные о возможном нападении Гитлера на СССР. Одни агенты сообщают, что Германия готовится захватить Британские острова. Другие о концентрации войск у границы с Советским Союзом. Узнал ли Сталин точное время нападения? Почему советскому агенту Альте собирались дать звание Героя России? И как оборвалась жизнь агента, предупредившей о начале войны? Понимание, что война начнется очень скоро, должно было бы возникнуть у советского командования 17 июня. Тогда командир 43-й истребительной авиадивизии Захаров получает задание пролететь вдоль границы на легком У-2. Естественно, ему было видно все, что происходило по ту сторону границы. Как сам Захаров впоследствии вспоминал, все, что он видел, укладывал в четыре слова со дня на день. Утро 22 июня 41-го. Агент Альте идет по Литценбургер страссе к зданию советского торгпредства. Там живет Николай Зайцев, связник резидентуры, который отправляет шифровки в Москву. Увидев полицейское оцепление, агент понимает, что последнее донесение в центр оказалось верным. Война началась. При этом передать что-либо еще она теперь не может. Связник арестован гестапо. Это здесь ее пытается сфотографировать контрразведка. Но безуспешно. Альте удается не вызвав подозрений спрятать лицо и скрыться. Последнее донесение от нее было получено в Москве в полдесятого вечера 21 июня. В нем точное время начала наступления. Данные подтверждают и немецкие перебежчики. Ну что касается перебежчиков, которые в последний момент накануне германского нападения в ночь 22 июня 1941 года переплыли Бук и предстали на советской стороне с информацией о том, что в их дивизии зачитали приказ и до нападения на СССР остались считанные часы. Эти перебежчики, их было немного, но все они были коммунистами. Все они были сторонниками и друзьями Советского Союза. Все они привыкли к тому, что Советский Союз это друг, партнер, советский солдат вместе с германским солдатом в Польше сражается против общего врага. Но отреагировать вовремя СССР не успевает. В любом случае он до 22 июня, я думаю, даже на первые два дня войны рассчитывал, что военная ситуация справится. Но когда на шестой день войны был сдан Минск, конечно, это его в достаточной мере добило, ему пришлось потихонечку брать ситуацию в свои руки. Но мало того, что поведение генералитета было, ну, как минимум бездарным перед войной, я имею в виду выше генералитета. Советский агент в немецком посольстве в Москве Герхард Кегель также сообщал о близящейся войне. 21 июня Кегель как обычно пришел на работу. Во дворе консульства царила сплошная суматоха. Выбегавшие из здания сотрудники кидали в костер какие-то бумаги. На вопрос Кегеля о том, что происходит, ему по секрету сообщили, что ночью из Берлина пришло указание уничтожить секретные документы. После обеда Кегель улучил момент и с центрального телеграфа позвонил своему связняку. Некоторые историки пеняют, что Кегель должен был узнать обо всем гораздо раньше. Иногда приходится читать, что Кегель чуть ли не установил жучки в посольство по заданию ГРУ. На мой взгляд, это абсолютно невозможная вещь. У него не было возможности бесконтрольно производить такие серьезные операции в стенах посольства, тем более в рабочее время. А в нерабочее время с самого начала он жил в гостинице Националь, потом получил отдельную квартиру, жил вне посольства, имел машину, и поэтому конечно же в никаких жучках установленных Кегелем говорить, на мой взгляд, не приходится. Удивительно, но Кегель не единственный сотрудник посольства Германии в Москве, кто предупреждает о войне. Второй информатор это ни много ни мало сам посол, граф Фридрих Вернер фон дер Шуленбург. Делает он это исключительно из собственных интересов. Граф у должность посланника в Москве по нраву, он сторонник советско-германской дружбы, а в случае начала войны придется уезжать. Этого Шуленбургу очень не хочется. Но в качестве партнера для своих разговоров и предупреждений он избрал Даконозова, германского, простите, советского, полпреда в Германии, который тогда находился в Москве. Ну, Даконозов не был интеллектуалом, мягко говоря, да, но как можно было не понять такие слова, слухи о предстоящем нападении Германии на СССР возможно являются фактом. И с этими слухами нужно считаться как с реальностью, говорил Шуленбург. Что делал Даконозов? Даконозов, конечно, сообщил, что называется, куда следует, до Молотова, а тот Сталину. Сталин счел это очередной германской провокацией, Молотов не придал этому значения, потому что как это так может быть, чтобы посол Германии действовал не по указанию своего правительства, а на свой страх и риск. Кегель в составе последней партии покидавших СССР дипломатов едет в поезде, сопровождаемом советскими контрразведчиками. На одной из железнодорожных станций он выходит за кипятком и видит неприметно одетого человека. Тот нечаянно толкает Кегеля и в ту же секунду Герхард ощущает в полураскрытой руке клочок бумаги. Центр предлагает как можно скорее найти Альту в Берлине и установить контакт с ней и с радистом. Но радист уже за решеткой и когда Кегель выходит таки на Альту после долгой задержки кстати пароль он как говорят просто забыл то связаться с центром они долгое время не могут. Ну когда он оказался в Германии то он встречался с Рождёбой неоднократно поскольку у них были общие знакомые они работали в одном учреждении и оба были знакомы еще по Варшаве совершенно легальным образом он был журналистом она была журналисткой фотографии в общем-то показывают даже разные лица но она была молодой женщиной и на таких выигрышных фотографиях видно что она была очаровательна поэтому ну флирт не флирт Альте приходится искать новый канал связи но и гестапо не дремлет взбешенные наглостью русских радистов действовавших на территории Германии и оккупированных стран Гитлер приказывает главному управлению имперской безопасности найти и арестовать их всех и передатчики красного оркестра постепенно нейтрализуют отсюда немцы узнают и об Альте Альте это псевдодим в переводе с небеского Альте это старуха искали то нацистские органы контрразведки как раз вот старуху и очень даже были удивлены когда Альте оказалась молодой красивой очень ироничной умной дамой в Москве понимают нужно снабдить Альту новыми передатчиками и решаются на рискованное предприятие в Германию забрасывают двух парашютистов с рациями именно они должны наладить связь но гестаповцы на чеку одного из парашютистов успевают схватить практически сразу после высадки после пыток он рассказывает об Альте все что знает более того соглашается на радиоигру он теперь шлет в центр шифровки написанные под диктовку гестаповских офицеров во многом благодаря этой многоходовке в германском генштабе понимают что за крот у них завелся 22 сентября 1942 Альта хочет провести со своим любимым Карлом решают отпраздновать скромную свадьбу в разгар семейного торжества раздается настойчивый стук в дверь женщина вздрагивает так могут барабанить только гости из гестапо прежде чем открыть дверь она выразительно смотрит на жениха запомни я получал от тебя только материалы иностранных газет они мне были нужны для работы о которой ты толком ничего не знаешь ты меня понял два месяца она подвергалась чудовищным пыткам чудовищным пыткам и не только пыткам к ней была подсажена сотрудница гестапо некая Байер ну это была подсадная утка это были подсадными утками работали мужчины и женщины большие психологи Ильма Штёба не выдала ни одного человека доказательств на Кегеле не было он был под колпаком но обвинения ему не приявили после войны Кегеле удалось выжить это редкий случай но это так ему просто повезло он был самим представителем ГДР в ООН послом то есть он продолжал работать на дипломатической службе уже в Германско-демократической республике и оставил очень хорошую книгу воспоминания а вот информатора Альты Арийца немцы вычислили сами нашли в том числе и ту самую расписку что он давал при получении первого гонорара после пыток он сдал коллегу с потрохами чем удивило гестаповцев агент Альта кого спасло ее молчание на допросах и как закончилась шпионская драма времен Великой Отечественной ответы через несколько минут 22 сентября 1942 немцы арестовывают советскую разведчицу известную в Москве как агент Альта именно она неоднократно докладывала о готовящемся наступлении Гитлера на СССР однако прислушались к ее словам слишком поздно что говорила Альта на допросах в немецких застенках и как уже в тюрьме спасало жизни других агентов прямо сейчас развязка истории об одной из самых ценных советских разведчиц то то что она с самого начала ареста будущей изобличенной как советская разведчица выдержала все пытки все истязания совершенно сознательно приходя в камеру с очередного допроса наговорила ну я выдержала и на этот раз немцев на допросах особенно злит открытое будто показная непатриотичность Штёбе свою последнюю ночь Альта сказала соседке по камере своим молчанием я спасла жизнь по крайней мере трем мужчинам и одной женщине как напишет в своих воспоминаниях Кегель одним из трех мужчин о которых говорила Ильза Штёбе был я а женщиной моя жена и боевая соратница Шарлотта Вечером 22 декабря 1942 года Эльза Штёбе была казнена на гильотине в каторжной берлинской тюрьме Плетцензее Ей был 31 год Посмертно Альте Ильза Штёбе собирались присвоить звание Героя России но не сложилось что впрочем никак не уменьшает её заслуг Вечером Субтитры создавал DimaTorzok